здравствуйте с вами программа гипотеза и я лилия иликова сегодня у нас в гостях профессор университета париж нантер специалист по россии по российским исследованиям и сравнительной политики жан-рабер рвио здравствуйте очень приятно очень рада приветствовать вас в заснеженной казани в холодной надеемся что прием для вас был теплым это прелесть жан-рабер скажите пожалуйста вот франция сейчас интересно со многих точки зрения сейчас вот прямо сейчас это конечно желтые жилеты и в течение последних наверное полутора лет это политика президента макрона который ярко себя показывает да то есть он присутствует постоянно в политической повестке когда он победил в семнадцатом году и его вот буквально под него сотканное движение република марш или республика на марше вот все это вместе как-то это было очень немножко неожиданно потому что это такой все-таки политтехнологический какой-то проект получился и с вашей точки зрения кто же все-таки такой эмануэль макрон то есть как кого он представляет своей политики он откуда он то есть вот какое происхождение какую часть общества он представляет потому что сегодня мы видим протесты тех самых людей которые за него голосовали полтора года точно точно потому что да они они за него проголосовали его рейтинг падает но кого-то он представляет то есть кто его поддержал кого-то он представляет но конечно не представить тех кто за него всех тех кто за него проголосовал в прошлом году потому что когда был избран то есть в мае семнадцатого года это было по внешности настоящая революция в нашей жизни тоже в нашей политической Например, следует отметить, что не только победил Макрон, но и после того, как победил, он набрал очень большое большинство, политическое большинство в национальной ассамблее. То есть больше, чем 60% депутатов сейчас находятся в группе Республика на марше. Республика на марше. То есть внешность революции и антитрадиционной революции, я к этому вернусь, наверное, но на самом деле он сам не представитель популизма далеко, а наоборот представитель элитизма. Я не сказал бы консерватизма, совсем нет, но либерализма, элитарного либерализма, про глобализацию, про ЕС, то есть европеизацию. Он не один раз сказал, что нужно дальше построить Европу, дальше передать какие-то компетенции Европейскому Союзу. Он представитель элиты, и при том очень традиционной для Франции элиты, это так называемая энархия. То есть группа выпускников высшей школы администрации Франции называется эна, поэтому эна, энархия, не анархия, конечно, но энархия. И энархия – это в основном те технократы во Франции, которые управляют страной уже 50 лет, как минимум. Практически все французские президенты со времени Жизкар-Дестяна, то есть с 70-х годов, были энархами, за исключением Николая Саркази, который был адвокатом. Но все другие, Ширак, Алант, Меттеран тоже не был энархом, кстати, это уже старые поколения. Но энархия – это та элита технократическая, которая управляет и государством, и крупным бизнесом во Франции. А близки ли они к бюрократии, как понятие? Это сливки бюрократии, это те, которые на самом деле находятся на высших постах бюрократии, государственной и тоже корпоративной бюрократии. И вот существует у нас во Франции такая система под названием пантуфляжа. То, что такое пантуфляж, то же самое, как в Америке существуют revolving doors, то есть, как говорится по-русски, поворотные двери, да, или поворотные двери. То есть, клиентальная такая система элиты, и те, которые входят в эту элиту, входят в эту, скажем, обойму, немножко номенклатурную, они тогда получают самые высокие пости и в государстве, и в банке, и в корпорациях. Пример Макрона. Он закончил ЭНА, то есть, высшую школу, в 2004 году. То есть, он родился в 1977 году, достаточно молодой, 39, но сейчас 41 год. Закончил ЭНА и практически сразу стал банкиром. Он стал старшим партнером банка Ротчельдов. Ну, то есть, он и сам выходец из непростой семьи, из непростых высоких слоев. Он сам выходец из верхних слоев среднего класса, я сказал бы. И не из Парижа, он из города Амена, который находится где-то 100 километров с севера от Парижа, по дорогу в Лильд, по дорогу в Бельгию. У него папа хирург, то есть, в больнице работает. То есть, это верхние слои среднего класса. Это не самый элитарный класс, то есть, не по наследству он так стал членом сливок элиты, я сказал бы. Он по своей работе и по этому конкурсу Вена, который является одним из самых престижных конкурсов во Франции. То есть, конкурс в эту государственную службу. То есть, поэтому он технократ, у него личные характеристики такие? Да, это его личная характеристика. То есть, не представитель народа, далеко, но его избрание является событием неожиданным. То есть, это тоже результат обстоятельств, очень особых обстоятельств прошлого года, когда Алланд, когда, то есть, президент не мог переизбраться. Он не был в ситуации переизбраться, потому что у него рейтинг упал до... Отрицательных значений. Ну, не ниже 10%, но это уже провал тотальный. И Алланд не мог переизбраться. Его советники ему сказали, ну, давай все, надо что-то так... Алланд был руководителем социалистической партии, и в конечном итоге они поддержали, вот эти элиты социалистической партии поддержала Макрона, который хотел создать свою партию собственную, свое движение Ан-Марш. Таким путем создание движения Ан-Марш совершенно разрушил другие партии традиционные. Во-первых, это разрушило социалистическую партию, которая они практически заменяла. Вот Ан-Марш практически заменяет вот эту социалистическую партию. И, то есть, с правой стороны у нас республиканцы, то есть бывшие галлисты, у них кандидат Фион провалился в результате медийной кампании против... Очень агрессивной дискредитации. Да, вот это было вообще очень показательной характеристикой тех выборов. Это было техничное очень устранение всех кандидатов, кроме Макрона, именно с помощью медийной составляющей. Это большая, да, это огромное использование административного и медийного ресурса в пользу Макрона, потому что, на самом деле, Макрон оказался одновременно и в этом же результат, то есть избрание. Почему он был избран? Потому что одновременно оказался кандидатом, как бы, революционным по внешности. И, на самом деле, он был наследником Аланда. Вот тот наследник, который, ну, он был министром Аланда. Надо вспомнить, что два года он был министром экономики Аланда. Ну, значит, очень большой пост, ключевой, то есть ключевой пост в правительстве, министром экономики, значит, на самом деле оказался наследником, скрытым наследником, как бы, Аланда и социалистической партии. И, на самом деле, он организовал, как бы, взрыв в политическом классе с этим движением Аммаш. И это, как бы, интересно посмотреть, что вот общественное мнение во Франции, так ему была нужна революция в политическом классе. Он оказался агентом этой революции. И это сработало, видимо. Но недолго. Сейчас практически больше года уже, ну, уже шесть месяцев, уже след, я сказал бы, с этим делом Бен-Аланда, который, может быть, слышал в России, вот такое интересное дело, падает рейтинг тоже. И больше и больше людей понимают, что макронизм – это не революция, это, на самом деле, продолжение той политики, которые уже 30-40 лет применяют во Франции. То есть макроэкономическая политика строгости финансовой под руководством Еврокомиссии, то есть Германии. То есть сейчас уже протест желтых жилетов отражает очень недовольство среднего класса, которое, ну, это тоже социологический такой момент. Вот тогда такой вопрос происходит одновременно сейчас, вот в Европе, как раз в той части Европы. Во Франции падение рейтинга Макрона, да, и вопрос тогда, когда придет его срок переизбираться, кто придет на смену. Потому что вокруг Франции все-таки мы видим как раз реванш популистов. Когда националистическая, популистическая повестка, она уверенно так продвигается вперед, то есть проходят либо националисты-популисты, либо популисты под знаменем национализма. Но процессы другие, то есть и евроскептицизм им сопутствует. То есть все те, кто приходят, вот эти популисты, ну, начиная с Италии, да, если мы, может, говорим о революционных изменениях, и Сальвини там наиболее яркий сейчас политик, полная противоположность Макрону, как мы с вами уже обсуждали, вообще по всем статьям. И как раз, ну, вообще, если мы говорим уж про популизм, да, то там в Бразилии Болсонару пришел с националистическими совершенно лозунгами, а Бразила совсем до туда, Бразилия превыше всего. То есть вот такие процессы. Тогда чего нам ждать от выборов 2019 года, от выборов в Европарламент? Это будет еще интересно посмотреть, конечно. Но нужно следует отметить здесь два момента. Если сравнивать с Италией, например, которую вы прекрасно знаете, вот. Интересно в том плане, что во Франции тоже есть популистская волна. Кто ее возглавляет? А вот эта проблема. А вот эта проблема, потому что никто его не возглавляет. То есть нет политических лидеров, на самом деле. Почему? Потому что она разделена, вот эта популистская волна, она, во-первых, очень так из-под, это как бы на базе, то есть население, например, это движение желтых жилетов, практически без лидеров. И все профсоюзы, все политические партии даже не стеснялись пойти к этому фронту. То есть они не хотели показывать. Все дистанцировались от него. И самые жилеты не хотели политических партий, не хотели профсоюз. Мы не хотим вашу поддержку, сказали. Мы избавимся от вашей поддержки. Вот это очень характерно для этого. То есть есть такой популистский фон, очень сильный. И на политической арене находятся две популистские силы. Это, с одной стороны, бывший национальный фронт, который сейчас называется национальное собрание, Гостомблемо-национально. Лепен. Лепена, Марин Лепена. И, с другой стороны, некоторые элементы правой, извините, левой партии, то есть Меланшона. И вот эти две силы, они и та, и другая имеют сильные, более-менее сильные акценты популизма. Но они вообще, если смотреть на политическую картину, сидят на двух противоположных лагерях. Они вместе, конечно, коалицию не сделают никогда в жизни. Как это сделали, например, Чинквестелье и Лего. Это тоже из разряда чудес просто. Это вообще, да. Но во Франции никогда не произойдет. Почему? Потому что они еще сидят на противоположных лагерях. То есть правые и левые. И хотя макронизм, по-моему, разрушил это деление между правыми и левыми, в политике, ну, это отражает мышление народа и общественного мнения, но это не отражает мышление политического класса, который еще, то есть в этих старых лагерях. То есть силы объединения двух популистских, всех популистских сил во Франции нет. Пока не, потому что лидеров нет. Пока они еще верят в собственную победу каждый по отдельности. Потому что, да, потому что настоящего лидера нет. Меланшон не может, то есть наш левый лидер, как бы популистский, как бы с популистским тоном. Я не скажу, что он популист сам, но у него есть какие-то акценты популизма. Не может идти в сторону Ле Пена, потому что он традиционно наследник коммунизма, и соцсетей демократии и так далее. Это невозможно. Идеологический противник. Идеологический противник, вот точно. И Марин Ле Пен не может объединять правы. Это невозможно. Тоже потому, что есть старое историческое противостояние, то есть крайне правых и галлистов. Хотя на сегодняшний день галлисты и национальный фронт, скажем так, понятнее для публики, что такое национальный фронт, Марин Ле Пен, если смотреть на идеологию, если смотреть на программы, они практически очень-очень-очень приблизились. То есть галлисты, особенно правые галлисты, они практически те же самые идеи, как у Марин Ле Пена. Более-менее. Но это есть деление историческое между галлизмом и крайне правым во Франции, который еще действует и является препятствием к объединению всех правых популистских сил. Вот поэтому я думаю, что к 2022 году, это переизбрание, то есть эти президентские выборы, вряд ли найдется кандидат объединения всех популистов. Это большой шанс макронизма, то есть, скажем, либеральных и проглобализм, глобалистских сил, они могут еще победить. Может быть, не макрон сам, но может поставить нового кандидата, более сдерживого, более нового или опытного кандидата с большой, как бы, с большим международным измерением, биография такая. Я думаю, например, идеальная кандидатка была бы Кристин Лагард, которая сейчас возглавляет в МФ. Это, по-моему, идеальная кандидатка глобализма во Франции. То есть в этом и преимущество технократии, да? Точно. Если есть течение, но человек не справился со своей ролью или так было задумано, что он потерял рейтинг, его просто меняют, а само течение, направление и политика остаются той же самой. Когда у популистов будет, я не скажу, что будет кандидат, но будет, когда популисты смогут формировать какое-то единое движение и набрать силы из стороны технократии и инархии, когда будут откровенно десятку инархов, которые будут высказываться за популизма, например, по вопросам эмиграции, по вопросам экономических и социальных вопросов, тогда популизм во Франции, может быть, возрастет. Но без технократия и без инархии это невозможно. А вот как вы считаете, если уж мы говорим про инархию, да, про... Видимо, это все-таки достаточно новая молодая поросль. А вот обсуждали с вами, и вот как Кирилл Бенедиктов, наш сын друг, утверждает, что Марин Липен уже навряд ли имеет шансы, ну и вы сейчас это подтверждаете, для того, чтобы возглавить популистское движение и возглавить правых. Но есть ли такие шансы у Марион Моришаль, тоже представительница этой же семьи, но более молодой, она носит другую фамилию, у нее есть возможность как-то вот примкнуть, может быть, или показать себя, презентовать по-другому? Как вы считаете? Я считаю, что это будет... То есть стратегия Марион Моришаль, сейчас она не хочет больше Липена, она раньше, вот это было Марион Моришаль Липена, сейчас она Липена отказывается от Липена. Тяжелая фамилия, потому что для нее... Тяжелая фамилия, да, и Моришаль тоже, кстати, тяжелая фамилия. Потому что в сознании, в французском сознании, Моришаль, это Маршал, Маршал Петен. Понятно. Это крайне право. Тругая, да. Даже это не, конечно, совсем только не ее вина, не ее ответственность, но у нее очень плохая фамилия в этом плане. Ну, так. Так и есть. Марион Моришаль, мне кажется, позиционируется не как будущий лидер популистов, то есть лидер, который смог бы объединять и популистов левых, и популистов правых, она вообще в этом... Ну, это так позиционирование Марины Лепен более-менее. Ну, это все. Она не добилась, и этого не было, и не будет, по-моему. Особенно, если она остается Марины. Марион позиционируется как лидер возможного объединения всех правых сил, ну, не левых, то есть части тоже и либеральных, то есть проевропейских сил. То есть ее стратегия опирается на такую идею, что можно объединять правые силы на платформе, достаточно разумную платформе, которая не будет говорить о евро, не будет говорить так. Мне кажется, что это позиционирование... Имеет будущее. Я не знаю, честно говоря. Я очень скептически отношусь к этому. Ну, да, политический партнон, делать это делать. Я думаю, что это неправильно, кстати, потому что, на самом деле, что такое? Какое политическое поле во Франции сегодня? Я думаю, что левые и правые, это больше не имеет значения у людей. Вообще с ним мнение просто уже все. Это уже в прошлое все это. На самом деле, если серьезно заниматься политической социологией, видим, что есть центр и периферия. Это откровенно. Буду ссылаться на труды своего коллеги-географа Кристофа Гильюи, который хорошо показывает, что на самом деле центр страны, то есть эти, на самом деле, вежний средний слой, которые живут в Петрополисах, в мегаполисах и так далее, против периферии, которые на самом деле страдают от этих экономических, социальных политик, то есть европейских политик. И центр периферии тоже отражает разделение между, быстро сказано, то есть про Европу и евроскептицизмом. То есть периферии очень евроскептицизм, придерживаются. Евроскептическая. Да, очень евроскептицизм. Поэтому позиционирование, то есть то, что поразительно во Франции, мне кажется, это то, что политическая картина страны совсем не соответствует социологической картине. Они уже разъединены и никак не могут, политические картины никак не могут адаптироваться к социологической картине. Да, это же основание для конфликта как раз. То есть это порождает напряжение, которое в итоге приведет к соответствию. Потому что какие-то конфликты просто не могут, не находят политические, то есть они не приводятся на политические. То есть есть конфликты в обществе, которые никак не могут трактоваться политикой. И политики вообще игнорируют все это пока еще. И это большая сила центристов, то есть анмаш, которая занимает место, потому что по сравнению с периферией, они единые, они идеологически единые, у них есть административный, то есть государственный ресурс, практически все медиа и так далее. Они занимают центр политики. И на самом деле являются сейчас социологическим меньшинством. Вот в этом парадокс сегодняшней Франции. Но они более убедительны. И тогда последний вопрос, наверное, все-таки. Поскольку Франция, это наравне с Германией, это основа Евросоюза. Как бы там ни было, как бы сейчас события не развивались, но эти две страны, вот это такие краеугольные камни. С них, собственно, и начинался ведь Евросоюз в свое время. Поэтому вот идея единой Европы сейчас каким-то образом трансформируется в связи с популистскими течениями, в связи с какими-то, с миграционными очень мощными, конечно, потоками. Все это порождает в каждой отдельной стране какие-то изменения, сложности, трансформации. И единая Европа, она, на ваш взгляд, продолжит существование вот именно в том виде, в котором есть? Либо будет как-то изменяться, как идея? И какое будущее, вот, какого будущего ожидать для Евросоюза, как глобального образования? Потому что Brexit уже был. Brexit уже был. Альтернатива для Германии. Brexit в свое время заявляла тоже, что ну либо как-то, либо мы выйдем. Ну то есть это, если дрогнет Германия или Франция, то есть вот именно в отношении выхода или какого-то изменения своей роли в Евросоюзе, то этому союзу уже просто не бывать, потому что если те, кто его основал, выходят или каким-то образом меняются, там смысла в нем не остается. То есть вот на ваш взгляд, какое будущее сулит вот все эти изменения, там, популистские течения, национализм, то те же самые стихийные протесты во Франции. Какое будущее ждать для общей Европы? Для единой Европы? Ну, вы знаете, Европа, то есть Евросоюз, является очень противоречивым полем. То есть это поле конфликтов межгосударственных. Это очень интересно. Можно видеть и смотреть на Евросоюз, как на единый политический союз. Но на самом деле, когда смотришь в деталях, этот союз очень разделен. Да, Европа разных скоростей. И разделяется. И вот между Востоком и Западом, например, по вопросу миграции, вот видим, что Польша, Венгрия и так далее, все эти страны отказываются от пакта, например, ООН о миграциях, не хотят. И ничего с ними сделать никто не может. И ничего с ними не может. Брюссельку влиять не может. Мы видели, что уже 20 лет референдумы подряд, вот эти референдумы о новой европейской конституции, думаю, потерпели поражение. То есть, например, во Франции в пятом году был ясный нет. Что произошло после того, как референдум не победили. То есть, наша элита организовала принятие законом этого договора. То есть, без народа, кстати. То есть, следует отметить, что европейский проект сегодня это в основном элитарный проект. Проект элит. Вот. Брюссель, технократических, бизнес и так далее. И более и более народов протестуют, то есть, недоволны этим проектом, потому что им обещали уже 30 лет, что Европа – это будущее, это экономический рост, это социальный прогресс. И на самом деле, с тех пор, и особенно с тех пор, как ввели евро, как единая валюта, люди понимают, что на самом деле для большинства этот проект не для них, а против них. А это их ситуация социально-экономическая ухудшилась с принятием, с принятием, извините, вот единой валюты. Значит, что сегодня европейский проект, мне кажется, очень элитный. Это вот защищает верхний слой бюрократии, технократии, крупного бизнеса, во главе с ними, конечно, Меркель, Макрон, некоторые британцы, кстати, которые были очень недоволны Брикситом, между прочим. Некоторые итальянцы, они уже, то есть, ушли от власти, и против них, кстати, выступила популистская волна. Это Ренси, который хотел. Да, да, да. Очень, кстати, по этому поводу сравнивают Макрона с Ренси. То есть, у него будет, наверное, та же самая судьба. Тот молодой лидер, проевропейский лидер, который защищает Европу, очень силно и поддерживает Германию, то есть, очень реално к Германии, и все это плохо. Коншалус для него. Может быть, с Макроном то же самое будет. Что на самом деле будет? Германия, мне кажется, она настаивает на том, не на Евросоюз, но и на Евро... Она очень хочет сохранить еврозону. То есть, зону евро. 11 стран. Я не буду их называть, потому что, может быть, не точно скажу, но это Австрия, это Германия, Франция. Ну, те страны, которые принимали евро как единую валюту. Вот это для Германии по экономическим причинам очень важно, потому что это гарантия для нее, это создание как бы внутреннего рынка на экспорт, для своих экспортов. Это очень важное дело. И поэтому Германия так выступила с Грецией, потому что Греция, ну, это можно часами говорить по этому поводу. это длинная история. Это длинная история. И пока Макрон, что касается позиций Франции, Макрон очень поддерживает Меркель. Но на самом деле до такой степени, что даже не понимать, что надо не слишком далеко идти по этому пути. Например, вчера, кстати, Германия предложила, просила, официально просила, чтобы Франция отдала свое постоянное ченство в Совете Безопасности ОН в пользу Евросоюза. До этого была идея такая, которая витала в облаках уже 30 лет, уже об этом говорят. Но в этот раз это проспа. Это официальные проспы. Германия, давайте превратим ваше членство, французское, в европейское членство. И как француз? Ну, это будет... Франция француза как отреагирует? Я думаю, что отреагирует в большинстве очень неположительно, неотрицательно. И я думаю, что это очень интересный момент, когда на самом деле в этот раз вы сказали правильно, что вот Франция и Германия являются опорой, то есть Европейского Союза, но эта опора на самом деле хрупкая, на самом деле очень много конфликтов, но дело в том, интересно замечать, что эти конфликты скрывают, не хотят о них открыто говорить ни в Германии, ни во Франции. Сейчас вот когда элита выступает с такими проектами, я думаю, что все уже может превратиться в конфликт. Ну, конечно, не военный, но политический. Будем смотреть, я думаю. Интересно будет смотреть. Будем следить. Я надеюсь, что в одной из следующих встреч мы обязательно в 2019 году вот уже по результатам того, как это все произойдет, хотя бы с выборами в Европарламент, потому что непредсказуемый процесс. Это будет очень интересно. Но надо следовать отметить, что очень часто, поскольку вот эти выборы, они то есть политически интересны, но их результат не очень важен, кстати, этих выборов. Он практически символический, потому что Европарламент голосует за те проекты, которые представляет Еврокомиссия, на самом деле. У него очень мало собственной инициативы, но это политически интересно. И, зная это, граждане часто используют свой голос на этих выборах европейских, как они голосуют за свои убеждения. То есть, они не боятся голосовать за популизм и так далее. Можно так, уже я не пророк, конечно, но я думаю, что популизм будет набирать очень большие силы, но это не значит, что популизм будет победить на следующих национальных выборах. Вот эти выборы в Европарламент, они как бы немножко отделяются от национальных выборов. Две разные истории. Да, разные истории, логика разная. Понятно. Спасибо большое. Большое спасибо за интересный разговор. Я напоминаю, что у нас в гостях был профессор университета Париж-Нантер, Жан-Робер Равио, специалист по сравнительной политике и российским исследованиям. Большое спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова